бывают производители которых ты пробовать не особо хочешь и вот именно такой производитель сегодня будет у меня на обзоре жемчужина ставрополя почему же я ее так не люблю наверное вы могли бы спросить меня был у меня обзор велюр xo кто не видел посмотрите здесь это прям на заре моей алкоблогерской карьеры было и я пробовал его купил по акции велюр xo за 650 рублей по моему стоил 1200 я считал что это шикарнейшая покупка шикарное приобретение по сумасшедшей акции но вот сколько я не пробовал этот коньяк он мне не заходил вот не нравился и все а не нравился потому что там был дубовый настой и непонятные спирты что-то забыл налить товарища звезды кизляра от производителя жемчужина ставрополя наливаем постараюсь максимально сейчас нему не принюхиваться для того чтобы максимально сохранить интригу и да рассказать то что я уже начал мне коньяка не при каких условиях не зашел я рассказал почему он даже не стоил этих 650 рублей хотя иногда комментарии появлялись что нормальный бывает коньяк и постоянно разные профили коньяка у этого производителя почему это так да все очень просто ведь эта контора разливайка на своей памяти вот что первое в голову мне приходит хорошая контора разливайка это был кин у него всегда было стабильное качество но именно был потому что сейчас он льется на других заводах другой собственник и это уже не тот совсем кин но речь сегодня не о кине сегодня звезды кизляра купил я его за 269 рублей по моему в магните взял маленькую бутылочку почему я взял маленькую бутылочку опять же да может быть зададите может не зададите вопрос я сразу на него отвечу потому что подозреваю что этот коньяк будет не очень дата розлива этого коньяка 31 05 2022 урожай винограда россия 2015 год сорта винограда аркацители олиготэ рислинг состав классический дизайн этой бутылки она выглядит как дежурно витринная бутылка потому что когда бы ты не зашел магнит этот коньяк всегда стоит на витрине и ждет ждет непонятно кого у меня есть свое предположение что существует категория людей которые с удовольствием этот коньяк пьют это те люди которые вышли за хлебом и чтобы не палиться перед супругой там либо тещей что он употреблял алкоголь они заходят покупают такой вот чекушку либо соточку выпивают и и бросают в кусты но мне так кажется почему то вот мне кажется это именно тот контингент напишите в комментариях какой категории людей относитесь вы сразу оговорюсь что никакую категорию людей и не осуждаю каждый должен жить своей жизнью все эти ассоциации у меня возникли потому что я еще не пробовал этот коньяк и давайте проверим оправдаются ли мои ожидания от этого производителя предприятие жемчужина ставрополя коньяк звезды кизляра пятилетний давайте отведаем аромат что ожидал то и получил но как бы было это неприятно но описать ароматику надо обязательно сивуха прежде всего сивуха неприятная отвратительная сивуха такая вот дрожжевой прям осадок это жутко потом идет забытая жмыха на улице обсохшая обветренная недели две лежащие технический аромат который я часто слышу в дешевых коньяках резины то ли какой-то новой машины жуть конечно жуть пить совсем не это не хочется получается так что производитель который делает этот коньяк жемчужина ставрополя предоставил мне то что я ожидал от них давайте на вкус за мое здоровье хочу сказать что на вкус это гораздо приятнее но сначала по минусам пройдусь а потом скажу о плюсах какие есть сладкий очень сладкий ощущение медовости вот и не в плане как старых коньяках мед выплывает а именно сладость медовая легкая чачная нотка здесь присутствует чистенько хорошая ну и потом появляются хвосты прям налетают закручивают вот сейчас начал уже проявляться вот этого технический вкус наверное лучше конечно сокровищ тифлиса ну блин зачем выделять кого-то давайте еще маленький глоточек и вывод окончательно ощущение что вот домашнюю самогонку человек начал делать уже что-то начало получаться у него но вот он зеванул зеванул и у него хвосты попали в тело в отбор где было уже тело да правильно чтоб выражаться ну и и не пить его он не может не выливать же его в землю поэтому он его поставил у себя в подвале и вот потихоньку поет гостей рюмкой да наверное выпить им нет вообще абсолютно как бы не стоящее внимание этот коньяк не зря я мимо него все время проходил и не зря я не доверял этому производителю ни в коем случае не рекомендую покупать этот коньяк я вам всегда рекомендую пить напитки только качественные только в меру до новых встреч пока